Мама самого первого абаканца знала, что будет встречать Новый год в больнице еще за неделю до родов. Об этом Елене Черновой сообщили врачи. Так что никаких расстройств по поводу несостоявшегося праздника у нее не было. 3 600 вес, 54 сантиметра. Богатырь. И как назвали? Глеб. Кто решила? Я. Мама. Я уже родила и пошли салюты. Елена Чернова продавец-консультант в обувном магазине. Сейчас, понятно, в декретном отпуске. Ее муж работает электриком на железной дороге на станции Абакан. Ребенок первый, но, наверное, не единственный. Елена смеется, что теперь хотят девочку, помощницу. Ее соседка по палате Светлана Котнякова пятью часами позже родила себе такую помощницу, Елизавету. Но в их семье это уже вторая девочка. У нас назвала старшая дочь Катя. Старшая девочка. Причем Светлана с мужем мечтали о втором ребенке. И государственная программа материнского капитала на их решение не повлияла. Хотя 4,5 сотни тысяч рублей для семейного бюджета, разумеется, лишними не будут. Светлана работает воспитателем в детском саду, а муж торговым представителем. Всего в новогодние сутки в республиканском клиническом роддоме, так с недавних пор называется Абаканский родильный дом, родилось 9 малышей, 3 мальчика и 6 девочек. За появлением их на свет внимательно следила Марина Сагалакова. Ей выпало дежурить в новогоднюю ночь. Кстати, такое дежурство для нее дебютное. Марина всего несколько месяцев работает полноправным врачом. До этого год интернатуры после окончания Сибирского медуниверситета в Томске. Первое дежурство обещало быть волшебным. Так и получилось после боя курантов. Нас сразу позвали на первые роды, получается, 1 января, которые произошли в 12-15. Ответственность чувствуется всегда. За смену вообще нас дежурит три врача. Всегда есть ответственный дежурный врач, который более опытный. И получается три доктора. Один ответственный и третий самый молодой. Дежурство выдалось относительно спокойным. Марина Яковлевна говорит, что ни осложнений, ни кесарево сечения не было. Всего в 2015-м в республиканском роддоме появилось на свет более 3,5 тысяч малышей. Это рекорд последних 23 лет. А нынешний год для персонала будет особенным. В декабре 2016-го они планируют переехать в новое лечебное учреждение. Перинатальный центр Республики Хакасия. Виктор Лужников, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.